Формирование комфортной городской среды – это не только название государственной программы, но и важная задача, которая стоит перед урбанистами, архитекторами, дизайнерами и рядовыми жителями. В центре «Авангард» открылась выставка, посвященная реставрации старых зданий и памятников архитектуры в Нидерландах. На стендах более 20 примеров того, как общими усилиями властей, архитекторов и бизнес-сообщества удалось вдохнуть в здание вторую жизнь. Есть проекты, которые инициированы не только архитекторами, потому что есть проекты, которые все равно инициированы жителями, как, например, «История с Де Холлен». То есть там все равно в какой-то момент подсоединяются архитекторы, в какой-то момент они становятся частью инициативной группы, чтобы придумать проекты, воплотить чаяние людей в какую-то понятную форму. Здания старых фабрик и производственных помещений при умелом подходе могут стать местом притяжения горожан. В Голландии из водонапорной башни сделали уютный ресторан, а заброшенная промзона стала жилым кварталом с современной инфраструктурой. Яркий пример перерождения в Иванове – проект «Нимлофт» на территории бывшей ткацко-отделочной фабрики. Я думаю, мы здесь представляем модель мысления, как можно подумать об объектах. То, что был жилистный комплекс, может быть что-нибудь другое. Просто, возможно, говорить со всеми партиями, все интересованные жителями, собственниками, и все вместе найти решение. Восстановление исторических зданий и придание новых функций – одна из самых актуальных задач на сегодняшний день, уверены организаторы экспозиции. Нидерландские проекты, конечно, не прямое руководство к действию, но хороший повод задуматься об архитектурном наследии Малой Родины. Кроме того, в рамках проекта пройдет серия лекций и мастер-классов от профессиональных архитекторов-реставраторов. К нам приедут сюда известные архитекторы Голландии, Италии, Москвы, приедут архитектурное бюро, приедут люди, которые имеют уже успешные практики по развитию таких территорий. И на этих дискуссионных площадках будут именно обсуждаться вопросы, связанные с развитием наших территорий. Конечно, на то, чтобы преобразить гигантские ивановские фабрики, нужны колоссальные средства. Впрочем, как показывает зарубежный опыт, общими усилиями общественности и предпринимателей это вполне возможно.